всем привет вы смотрите канал велолайн и это велосипедный канал и сегодня пройдет речь не про сервис а про то как поехать на велосипеде быстрее а если еще точнее быть как ехать на велосипеде быстрее в принципе допустим вы начинающий велосипедист приобрели велосипед поехали кататься и что получилось получилось что вы проехали 15-20 километров устали не получили кайфа от катания потому что средняя скорость была такой мягко сказать низкой в реальности начинающий велосипедист передвигается со средней скоростью примерно 10-12 километров в час и на самом деле так оно и есть максимально конечно же где-то там может быть 30-35 со спуска даже и 40 вы разогнались но среди все-таки низкая пока вы остановились пока вы разогнались средняя скорость перемещения ваши 10-12 километров в час если вы чуть-чуть форме если велосипед чуть посерьезнее то среди ваша скорость будет 14 15 км в час но все-таки это далеко не предел и дальше начинают люди задаваться вопросом как же ехать все-таки быстрее ну начнем с того что для увеличения скорости езды нужно первую очередь правильно велосипеде сидеть если у вас cross country велосипед вы можете посмотреть основные рекомендации по правильной посадке выставить высоту седла его положение может быть даже заморочиться с общей длиной путем выставления выноса а точнее подбором его длины шириной руля и так далее так далее и у вас получится более-менее правильная посадка и так и запишем первую очередь вам нужно подобрать посадку на велосипеде после того как вы более-менее правильно сели вам стало комфортнее кататься и средняя скорость естественно выросла потому что ваше педалирование стало более эффективным нежели неправильно посадкой будет педалировать на велосипеде но тем не менее не предел второе и самое простое это наименьшее сопротивление это сделать быстрее велосипед речь не идет про замену велосипеда на новые более крутой а какие-то примитивные действия делать с велосипедом дальше люди начинают заморачиваться первую очередь меня этом покрышки на более накатистый более дорогие далее идут в сервис и просят обслужить им колеса сделать что-то с трансмиссией дальше начинается подбор звезд передачи соотношения но какие-то такие работы с велосипедом который увеличивает скорость велосипеда и как только эти работы начинаются все сразу переходит к обреду велосипеда дальше начинается прям целое поле для творчества начинает менять колеса менять вилки менять трансмиссии и тут действительно есть приличный результат среди скорость действительно увеличивается чуть позже расскажу конкретный пример который неоднократно у нас мы наблюдали нашу сервис когда мы проводили апгрейд велосипеда и люди действительно получали удовольствие от более динамичной езды ну собственно сделали мы велосипед быстрее про апгрейдили велосипед и дальше после вот этой стадии наряду с дальнейшей подготовкой как правило велосипед меняется на какое-то более интересное решение покупаются более дорогие велосипеды покупайте двухподвесов быстрее покупается карбоновые велосипеды они еду тоже быстрее ну тем не менее это целое направление для деятельности и реально скорость из-за велосипеда увеличивается и за правильно велосипеда и правильно настроены велосипеды вот дальше ваша средняя скорость нормальной велосипеде даже будучи с низкой подготовкой если вы увеличивается прилично и это вполне ощутимо то есть тут не подготовлен человек на хорошем велосипеде может ехать уже со скоростью 17 18 километров в час средней скоростью и появляется драйв возникает следующий вопрос что же делать дальше третье наряду с подготовкой велосипедой посадкой первое что приходит в голове совершенно интуитивно это накатывание километража у профессиональных спортсменов это называется объемные тренировки значит в чем смысл от природы у нас очень низкий запас выносливости и дальше он поддается легко тренировки то есть и в первый раз вы ехали на велосипеде вы очень сильно устанете от поездки протяженностью на 20 километров но есть хороший велосипед 25 километров на следующий день или через день когда вы восстановили садится велосипед и чувствовать себе силы вы едете быстрее и дольше ваша поездка вы будет 30 километров и дальше вас захватывает этот процесс и все сводится к тому что объем ваших поездок увеличится до 50 70 километров его будут проходить с большей легкостью и в большем драйве это факт вы накатываете километров увеличивается выносливость вы едете быстрее и здесь собственно это один из форматов тренировок накатывание объема накатывание объема естественным образом улучшается техника педалирования вы перестаете тупо давить на педаль а нога ваших двигается по окружности вы начинаете крутить педали повышается эффективность педалирования дальше как правило в этот момент люди начинают лезть на формы задавать вопросы продвинутыми товарищами они говорят ставь контактные педали это как правило следующий шаг и дальше установка контактных педалях собственно жизнь начинает резко меняться дальше скорость возрастает и самое интересное возрастает навыки в управлении велосипедом потому что управлять велосипедом вы сможете с большей эффективностью и соответственно зарастает скоростной режим и само ощущение драйва от езды на велосипеде установка контактных педалей нужно естественно заморочиться на тренировке по округовому педалированию и здесь речь идет большей степени не о каких-то физических показателях именно тренированности силы и так далее а навыках педалирования и круговое педалирование увеличивает скорость прилично примерно опять 10 процентов увеличится скорость перемещения на велосипеде если вы правильно крутите педали если вы обладаете навыкам кругового педалирования посмотрите отдельно наш выпуск про круговое педалирование и оттуда вы узнаете как правильно это делать собственно после того как вы научились крутить педали скорость езды возросла но здесь нужно немножечко поработать с техникой езды и речь в большей степени идет не о преодолевании каких-то сложных непонятных трасс техничных трасс до этого будет еще далековато в первую чему нужно научиться тормозить на велосипеде сделать так чтобы ваша средняя скорость была выше просто вы должны как можно дольше съехать с максимальной скоростью перед поворотом то есть при движении вы можете тормозами пользоваться активнее и мощнее чтобы как можно больше сохранить максимальную скорость движения отсюда резко возрастет средняя скорость движения второе движение второе это руление на велосипеде правильная техника владения своим телом и здесь уже речь идет больше про тренировках на пам треках так и запишем и третье что вы можете сделать этот работать навыки езды на спуске научиться съезжать вниз таких склонов которых раньше вы боялись ехать запомните одну вещь единственно что помешает съехать велосипеду велосипеду со склона это сам велосипедист сидящий на нем он нажмет на тормоза он не даст велосипеду ехать велосипед может ехать практически по отвесной склонно вниз если велосипедист ему не мешает тренировки спуска когда три вот эти вот навыка более менее развиты а тренировка спуск нужно начинать естественно с каких-то не очень сложных тематических заездов каких-нибудь ограниченных спусков с прямыми выкатами где не будет каких препятствий уже начинаются сложные тренировки на сложных трассах ну московской регионе например это чулково там действительно интересно кататься там крутые спуски сразу меняются резкими поворотами там есть контур уклоны есть обрывы ну в общем там немножечко техника вашей езды будет наращиваться от на первой тренировке вы будете думать что вы не умеете ездить на велосипеде вот собственно какие-то первые шаги мы сделали и дальше уже начинается какой-то профессионализм некий профессионализм и собственно где-то здесь можно очертить черту вот это вот фановое катание любительское катание то что приводит к следующему шагу к профессиональным использованию велосипеда дальше уже начинаются сложные тренировки и дальнейшие уже вещи это уже речь идет про спортсменов это речь про обычных любителей собственно спортсмены дальше подбирают не посадку а уже подбирают точную геометрию рамы существуют специальные методики для правильного подбора посадки с помощью специальных компьютерных программ с помощью специальных замеров и посадка подбирается уже на профессиональном уровне не на обычном любительском она профессионально собственно после подбора профессионально посадки на велосипеде дальше идет речь про наращивание мощности наращивание выносливости и дальше вы речь идет про мощность напрямую если говорить про наращивание мощности то речь любом случае зайдет про уфп без общей физической подготовки без тренировки в тренажерном зале без тренировок на тренажерах на выделенной группам мышц при без тренировок собственным весом без тренировок которые при которых выполняет специализированные упражнения речь про мощность идти не может быть не будет наращивание мощности без тренировок с уфп приду подробное разъяснение вы когда сядете на велосипед вы увеличиваете свою выносливость отчасти растет какие-то силовые возможности но до определенного порога выше этого порога без специализированных тренировок по фп вы не перешагнете ни при каких обстоятельствах и здесь самое важное начать заниматься с тренажерном зале и начать наращивать физическую силу и мощность соответственно естественно вместе с наращиванием физической силы и мощности речь зайдет про функциональной тренировки а если еще точнее про тренировки направлены на развитие функциональной возможности организма на развитие кровообращения дыхания естественно функции все внутренних органов печени почек и так далее здесь речь идет про циклические тренировки и речь уже даже не про велосипед потому что велосипед это далеко не самый лучший циклическая тренировка здесь люди приходят уже к лыжным тренировкам тренировкам в бассейне прочим тренировкам направлены на повышение функциональной возможности организма в большей степени чем это дает велосипед множестве существует примеров спортивной мере когда прочно ли спортсмены лыжники легкоатлеты и даже пловцы пересаживались на велосипед и достойно выступали на велосипедах потому что функциональные возможности их организма довольно таки высокие и небольшая переквалификация приводила к хорошим результатам в спорте велосипедном спорте и уже в последнюю очередь речь идет про специализированные тренировки и там речь заходит про правильно технику педалирования с контролем мощностных показателей и это отдельная школа по этой тематике существуют многие обращаются к советам бывалых спортсменов и дальше эти советы начинают перескакивать определенной ступени новичок подходит к персональным спортивным говорит что мне нужно делать он такой ну поставь контактные педали у нее велосипед медленный он очень накатал в километрах он садится на контактные педали падает убивается у нее ничего не получается получается плохо желательно преодолевать эти ступени поэтапно приду в одну простой пример точнее эти примеры у нас постоянно повторяют сервис потому что постоянно к нам сервис приезжает каким-то вопросом как про апгрейте велосипед как добиться большего результата и так далее и мы стараемся вам помочь в первую очередь решить вопрос целиком и глобально то есть не только как про апгрейте велосипед но и даем какие-то дельные советы что поставить какие вещи такие вещи обратить внимание и люди начинают реально есть быстрее становятся друзьями нашего сервиса и происходит реально наблюдение и таких наблюдений у нас было несколько в жизни допустим однако приехал там человек возраст примерно 35 лет такой округлой слегка формы и что получилось он приехал к нам на простом велосипеде с бюджетом примерно долларов 500 и думал что он купил хороший фирменный велосипед значит он катался по выходным на велосипедике и надо на этом велосипеде ехал к себе на работу и расстояние было восемь километров восемь километров туда восемь километров и обратно ездил он регулярно пару раз в неделю то есть нельзя сказать что накатывал большие объемы и нельзя сказать что он как-то вот прям повышал свои физические данные и он начал потихонечку апгрейдить свой велосипед так вот на этом выданном участке пути он ехал относительно спокойно дышал носом для того чтобы не приехать на работу запыхавшись таким убитым и так далее он ездил на работу сюда спокойно и впоследствии тоже спокойно средний скорость движения у него было 13 половиной километров в час он прям об этом смело сказал у него был велокомпьютер и дальше началось сравнение начался апгрейд велосипедом докатились до замены вилки заменили всю трансмиссию на xt поставили мавики по моему cross trail ему поставили в первом исполнении дальше пошел кует облегчайзинг там поставили карбоном на велосипед но рама была стандартная рама была мериды младшего уровня и собственно средняя скорость движения на велосипеде возросла до 18 18 с половиной километров в час на той же самой раме но абсолютно другой навеской и это выполнял один тоже сам человек без повышения объема тренировок поскольку не возросла скорость движения это этап проходил примерно месяц вот это постоянно апгрейда человек начал активнее кататься и стал больше чаще ездить на работу на велосипеде стал больше забивать на свой автомобиль докатилась все кстати того что автор в итоге продал потому что он перестал его использовать в принципе собственно среди скорость движения после накатывания километража объем возросла до 21 километров в час это был факт и следующим этапом он поставил контактные педали и приехал вообще с такими квадратными глазами я ничего не сделал я просто поставил контактные педали купил туфли и среди скорость сразу стал 23 километра в час средние 23 чувствуете разница с половиной и 23 километра в час и началось какие любительские соревнования есть в нашем регионе а я хочу поучаствовать попробовать свои силы дальше некоторое время он выполнен это количество упражнений по круговым педалированию стал лучше педалировать немножечко получился со спуском научился тормозить тормоза стали мощнее лучше эффективнее и начал выступать на любительских соревнованиях просто началось интересные вещи средняя скорость возросла до 25 километров в час средняя скорость он продолжал ездить на работу на этом самом выделенном участке движения пути продолжал дышать носом ехать спокойно не надрывая свой организм пришел на работу но скорость была уже 25 километров в час без напряжения без усталости без каких-либо дополнительных заморочек вот это мой ответ на вопрос как ехать быстрее не полный не забудьте приходить по подсказкам смотреть дополнительно шилик без и осмотреть видео обзоры и ролики про то как правильно сделать тренировки как правильно тренироваться какие тренировки сделать спортивного зале дополнительные наши обзоры дадут более развернутый ответ я вам дал только пищу для размышлений до скорых встреч не забудьте подписаться с вами был велой